За предельные скорости, экстремальное вождение, борьба, накалённая до предела. В минувшие выходные в Славянске-на-Кубани прошли, ставшие уже традиционными, соревнования по мотокроссу на Кубок главы района. Несмотря на изматывающую жару, спортсмены боролись до последнего. В этом году побороться за главный трофей соревнований Кубок главы района. В Славянск-на-Кубани приехали около 70 мотокроссеров со всего края. Самому юному спортсмену всего 6 лет, самому опытному – 70. Ребятам, которые впервые участвуют в заездах, глава района Роман Синеговский вручил памятные подарки. У них самые первые соревнования, и пусть они будут успешными для них. Подарки от главы района получили и три представительницы прекрасного пола, которые тоже наравне с мужчинами будут бороться за победу. Одна из них – 13-летняя Софья Погорелая из Анапы. Мотокроссом она занимается уже более пяти лет и уверена, ее умение управляться железным конем могли бы позавидовать и некоторые мужчины. Первый раз я села мотоцикл в 8 лет, когда папа мне привез в машине мотоцикл. Вообще, это его была мечта с детства. И потом это прислала мою мечту, и мне это очень понравилось. Немного оскорбительно, когда называют девушек, что они не умеют ездить. Хотя на самом деле есть очень хорошо, которые девушки ездят, там Леонтьева, там Ляпина, ну и другие, Бурьева тоже. И немного оскорбительно называют, что женщина за ролем и всякое такое. Как-то хочется побить эти стереотипы. Не успели мы дописать интервью, как девушку пригласили на старт. Выступает Софья под 247 номером. Протяженность трассы, которую необходимо преодолеть спортсменам – 1600 метров. Сделать это надо за максимально короткое время. Оценка происходит очень просто. Есть стартовая машина, в которой ребята стартуют и с одинакового расстояния. Имеется электронная засечка времени. У каждого мотоцикла стоит свой чип. Он пересекает отметку. И очень наглядно видно, кто как едет, с какой скоростью, с каким временем. Все показатели эти снимаются. Поэтому, кто первый на финише, тот и выиграл. Соревноваться спортсменам пришлось в непростых условиях. Почти 40-градусная жара. Да к тому же пыль на трассе. Но трудности только закаляют, уверены участники соревнований. Заезды проходили по 10 классам. В зависимости от мощности двигателя мотоцикла и уровня подготовки спортсмена. В каждом были определены победители. Воспитанники славянского отделения мотокросса завоевали сразу 7 наград.